Эфир на канале Россия 1 продолжает программа Вести Хакасия в студии Анна Ахпашева. Здравствуйте! И прямо сейчас оперативно о главном, достоверно обо всем. Готовность номер один. В Хакасии введен особый противопожарный период. Новоселье республиканского масштаба. 100 семей получат деньги на строительство или покупку жилья на селе. Возрождение кинотеатра «Россия». Архитектурный символ Черногорска восстановит. Подготовка к возможным ЧС. Сегодня главная тема дня. Основные угрозы для нашей республики – половодие и степные пожары. Эти же темы обсуждали сегодня и в здании правительства. Как власти Хакасии готовятся к стихии, а также другие наболевшие вопросы в материале Ольги Стельмах. Хакасия перешла в режим повышенной готовности на контроле правительства защиты населения от стихий. Причина для беспокойства есть. Начало апреля. Талые воды затопили село Саралар Джаникизовского района. Более 50 домов. Далее пожары в Устебаканском районе. Степной пал перешел на склады взрывчатых веществ. Опасность ликвидировали. Затем от схода лавины в Аскиском гибнет турист. Вслед еще одна угроза подтопления уже села Труицкого Баградского района. Напряженной ситуации на этом не закончилось, уверяют спасатели. Будет потепление и возможно по территории республики Хакасия вот такие угрозы будут. Мною приведена система МЧС в повышенную готовность. В ежедневном режиме держать связь с руководителями муниципальных образований. Еженедельное совещание в режиме видеоконференции буду проводить лично. Еще один острый вопрос – защита, но уже финансовых интересов. Виктор Зимин потребовал озвучить кредиторскую задолженность республики по социальным программам. Это миллионы рублей. В долг Хакасию уверенные власти загнали крупные компании. Они стали меньше отчислять налогов. Причем это не связано с их прибылью. По подсчетам специалистов она не уменьшилась. В республике в тех же объемах добывают уголь, вырабатывают электроэнергию. Причина в другом. Прибыль на наших предприятиях, на территории республики Хакасия есть. Они ее просто размазали по другим территориям, спасая свои предприятия там. Делиться с налогами с другими территориями мы не будем. У нас свои проблемы, свое население. Виктор Зимин распорядился проверить документы у крупнейших налогоплательщиков региона. Сколько республика недополучила налогов, подсчитает Минфин. Но уже известна, к примеру, компания СУЭК. Налоговое отчисление в бюджет республики по неизвестным причинам снизила в десятки раз. Не меньше внимания и к экологии. Не платим налоги, не занимаемся экологией. Живем вольготно, в Москве дышится легче. Реакция положительная есть. В пределах 130 миллионов будет пересмотрено в пользу республики Хакасия. Так отреагировали наши партнеры по Русалу. Виктор Зимин за две недели лично встретится с директорами крупных компаний. Временно исполняющий обязанности главы Хакасии заверил – налоги заплатят все. Ольга Семеновна, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. С начала апреля в Хакасии введен особый противопожарный режим. Продлится он до июня. Жителям республики запрещается разводить костры и сжигать мусор. Во всех муниципалитетах усилены меры пожарной безопасности. Проблема степных палов особенно актуальна в сельской местности. К тем, по чьей вине горят степи, пока невозможно применить жесткие санкции. Хотя уже сегодня пожарным приходится выезжать на тушение палов по 5-8 раз в сутки, оставляя деревни без защиты. По данным МЧС, за первую неделю апреля потушено 54 палов. В основном горит степь в центральной части республики, вблизи Абакана и усть Абакана, а также в Аскизском районе. Накануне сильный степной пал прошел в районе горы Уйтак. Это недалеко от станции Камышта и Аала-Сафьянов. Основная причина пожаров – поджог. И наряду со случайными возгораниями бывают и спровоцированные. Жители ближайших деревень специально поджигают траву. Как они считают, это полезно. Гражданам докажется, что раньше, конечно, трава появляется. Она не раньше появляется. Она просто ее не видно. Когда сухая трава, и просто молодые побеги эти зеленые, их не видать. А когда выжигают, конечно, на черном фоне, вот оно смотрится как будто зелененькое тут. И кажется им, что это лучше, быстрее растет. А на самом деле это обман и вред, просто прямой вред степи. Степные палы выжигают корни растений, и семена пострадавшей участки восстанавливаются долго. Кроме того, палы ставят под угрозу ближайшие деревни и леса. В 2012 году четверть лесных пожаров произошла из-за того, что огонь перекинулся на деревья со степи. Между тем, в деревне Тутатчиково пожар лишил крова сразу две семьи. Пострадали пенсионеры и многодетная семья. Сегодня на место выехала специальная комиссия. На что могут рассчитывать погорельцы и какие решения были приняты, узнала Елена Крылова. В этом доме пенсионеры Степановы прожили два года. Их соседи, многодетная семья и того меньше – одну зиму. Теперь все они на улице. Пожар произошел ночью, люди спаслись сами. Пламя тушили четыре пожарных цистерна из Райкова, Абакана и Усть-Абакана. Хозяева успели спасти почти всю мебель. Они сложили ее во времянку. Но когда уехали пожарные, этим же утром сгорела и она. В принципе, это вполне понятно. Здесь до сих пор из-под сажи идет дым. Да, это дело наживное. Главное, что крышу мы по-материнскому купили, дом. И все. А сейчас вообще ниоткуда ничего. Пока погорельцы живут в профилактории в Усть-Абакане. Сегодня о своей беде они рассказали временно исполняющему обязанности главы Хакасии Виктору Зимину. Он специально приехал в Тутатчиков, чтобы помочь решить проблему и успокоить пострадавших. Тут министр, который отвечает за строительство. Виктор Викторович вместе будут решать. Иван Ильич у нас министр сельского хозяйства. У него все сельчане, это его родные. Даст нам программу под 150 кубов. И там 30 тысяч. И плюс Юрий Анатольевич подготовит сейчас постановление. Мы из резервного фонда дадим еще. Делок 250-300 тысяч. Договорились? Все. Слез чтоб не было, ладно? Пенсионерам жилье купят ближе к Усть-Абакану. Это чтобы им было удобнее ездить в больницу. А молодой семье предложили построить в Тутатчикове. Если сам глава правительства приехал, да, и с ним, значит, это самое... Безусловно, это полный гарант на то, что нам будет, ну, оказанная помощь. И уже внутри, конечно, само успокоение идет. Жители Тутатчикова воспользовались случаем и задали первому лицу региона еще несколько вопросов относительно земельных участков и строительства Дома культуры. Теперь эти проблемы тоже рассмотрят министры. Елена Крылова, Алексей Голубев, Вести Хакасия. 100 человек справят новоселье в этом году. Сегодня в Хакасии распределили деньги по программе социального развития села. Средства пойдут на покупку домов сельским жителям, в том числе молодым специалистам. Сумма практически 62 миллиона рублей из федерального и республиканского бюджетов. Программа в Хакасии действует уже не один год. По ее условиям любой сельчанин может рассчитывать на государственную поддержку. 70% от стоимости жилья. Остальные 30% добавляет участник. Построить или купить дом на вторичном рынке – решение также за будущим собственником. Списки желающих войти в программу подают муниципалитеты в конце каждого года. Однако даже отточенная за многие годы система нуждается в законодательной доработке, признают в Министерстве сельского хозяйства. По ряду территорий очередь небольшая. Но небольшая она только по той простой причине, что на сегодня участие в этой программе требует 30% софинансирования участника программы. К сожалению, в небольших сельских территориях не каждая семья имеет возможность обеспечить это участие. А если семья, у которой двое-трое ребятишек, эта сумма тоже большая. Возвращаемся к теме весеннего половодия. Ситуацию с подтоплением в Сарале от Женикидзовского района взяли на особый контроль. В село направлены дополнительные силы и техника для откачки талых вод, которые уже подтопили жилые постройки. Ведутся работы по восстановлению населенного пункта. Хронология чрезвычайной ситуации. В материале Юлии Константиновой. Ситуация в Сарале стабилизировалась. Вода стоит лишь в огородах. Хозяева чистят подвалы, отводные каналы, подсчитывают ущерб, который нанесла стихия. Совершенно неожиданно. Ведь два года назад населенный пункт, казалось, надежно зажитили дамбой. Однако беда пришла, откуда не ждали. Вода пошла в наступление на Саралу в ночь с 1 на 2 апреля. Начался сильный дождь, температура поднялась до плюсовой, и снег на этих склонах резко начал таять. В считанные часы около полусотни дворов южной стороны села оказались подтопленными. Уровень воды поднимался стремительно. В 20 с лишним домах затопило подполье. Сарлинского новосела Геннадия Скрябина такое развитие событий поначалу застало врасплох. Ночью встал, пошел, а здесь вовсю журчит. Ну, естественно, я стал меры принимать, опилки стал возить, набивать и делать дамбу. Экстренно была создана комиссия. Глава сельсовета ввел режим чрезвычайной ситуации. В Саралу направили технику для откачки эталых вод и дополнительные силы. МЧС пожарной расчеты из Копьевой села Джаникидзовская. И уже в количестве пяти помп мы стали откачивать воду. Также прибыла машина АС, машина, которая откачивала воду на базе КАМАЗ и увозила в труднодоступных местах. В борьбу со стихией вступили и жители, из которых в Сарале сформирована добровольная пожарная дружина. С первого дня, как начал, всем помогаю, езжу. Домов в 20, наверное, больше можно. Не считаем, некогда считать. Работать надо. Постепенно вода уходит, приходят проблемы, которые выявило подтопление. Главное, система водоотведения в селе требует реконструкции. Когда строили центральную дорогу, подняли ее выше уровня домов. Вот и сыграла республиканская трасса роль своеобразной дамбы, в которой теперь придется дополнительно устанавливать водопропускные трубы. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, Двести Хакасия. Проспект Ленина в Абакане будет перекрыться в следующей неделе в границах улиц Карла Маркса и Ивана Ерыгина. Движение будет запрещено с 10 вечера до 5 утра. Здесь будет установлен соответствующий знак. За проезд на автотранспорте по данной территории предусмотрен штраф в размере 300 рублей. Ограничение движения в ночное время установлено городской госавтоинспекцией. После многочисленных обращений жителей данной улицы ночные гонки и группы молодежи нарушали ночной покой. У аварийного кинотеатра «Россия» в Черногорске появился новый собственник. Разрушенное здание выкупила известная в Хакасии строительная фирма. Что построят в центре города, пока точно неизвестно. О нелегкой судьбе и радужном будущем архитектурной достопримечательности города угольщиков. Олеся Калиниченко. Черногорск – город молодой, но здесь есть архитектурные достопримечательности. Одна из них – кинотеатр «Россия». Правда, здание более 15 лет выполняет роль общественного туалета в самом центре города, на территории парка отдыха, также в свое время заброшенного. Черногорский парк начали возрождать с 2007 года. За это время 30 гектаров земли в самом центре города облагородили. Восстановили тротуары, фонтаны, построили детские спортивные площадки. Портит общую картину возрождения парка полуразрушенный кинотеатр «Россия». Одна из центральных аллей упирается в аварийное здание. Кинотеатр построен в классическом стиле в середине 50-х. Здание было красивым и востребованным, а репертуар расписан на месяц вперед. Георгий Гаврилович работал в России художником, рисовал афиши. От него во многом зависело, пойдут люди в кино или нет. Афиши красочные делали, интригующие. Чтобы посмотрел человек, надо сходить. Причем актеров таких уже, которые в фильме, которых знали все, любили так, старались их крупным планом подать. Большой кинозал вмещал в себя около 400 зрителей. На втором этаже в малом зале показывали мультфильмы и короткометражки. Сегодня у кинотеатра появился новый собственник – крупная строительная компания. Что будет здесь построено, точно неизвестно. Здание находится в общественно-деловом центре. Под это определение попадают магазины, кафе, кинотеатры, даже гостиница. То есть в отделе архитектуры на будущее содержание кинотеатра «Россия» повлиять не могут. Только на форму. Не так много зданий исторического значения, внешних, с капителями, с колоннами, остались вообще у нас в Хакасии. И поэтому это ценный материал, его нужно сохранять. Когда начнутся строительные или восстановительные работы в России, ответить точно может только собственник, но он пока молчит. В администрации говорят, что уже летом в центре Черногорска будет по крайней мере чисто. Олеся Калинченко, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Сегодня мы пока не подвели итоги тотального диктанта. В субботу свою грамотность решили проверить 54 жителя столицы. Это немного меньше, чем в прошлый раз. В этом году организаторы выбрали для диктанта текст современной писательницы Дины Рубиной. Наши филологи отметили, что отрывок был достаточно сложный, особенно для интонирования. Много знаков припинания. В Ульяновске даже разгорелся скандал по этому поводу. Там местный губернатор волевым решением заменил произведение Дины Рубиной на другое, тем самым нарушив главное правило тотального диктанта – единство читаемого текста. Несмотря на все трудности, сидевшие за партами абаканцы справились с заданием немного лучше, чем в прошлом году. Хотя оценку «отлично» по-прежнему никто не получил. Количество хороших оценок по сравнению с прошлым годом чуть выше. В прошлом году их было три. Нынче пять человек написало на оценку четыре. Количество работ, написанных на оценку три, на одну работу меньше, чем в прошлом году. В прошлом году было восемнадцать, в этом году – семнадцать. Ну и оставшиеся тридцать две работы получили, к сожалению, неудовлетворительную оценку, то есть оценку два. К этому часу у меня все. Смотрите «Вести Хакасия» в Твиттере и на Фейсбуке. Не пропустите главного. Увидимся.